Двое из Ларца О Великой Отечественной войне Это наша совесть и ответственность В ряде государств осознанно Искажают события войны Возводят в кумиры тех Кто забыв про честь и достоинство Прислуживал нацистам Бестынно врут своим детям Предают предков Золотые слова и особенно трогает Что они произнесены В очередной раз блудливо Задрапированного мавзолея Ленина произнесены Главой государства Где из учебников стыдливо Вырезают главы о массовом Пособничестве оккупантам Со стороны чеченцев и крымских татар В стране Где министр культуры Владимир Мединский Открывает мемориальную доску Гитлеровскому пособнику И организатору блокады Ленинграда Карлу Маннергейму Где установлены памятники Организатору армянского легиона вермахта Горигину Тер Арутюняну Нажде и гитлеровскому полицаю Ивану Добробабину В Чечне улицы называют именем Геббельсовского пропагандиста Абдурахмана Автарханова Где действует фонд содействия кадетских корпусов Имени офицера карательного русского охранного корпуса В Югославии Алексея Йордана И где сам Йордан Пока был жив И его однополчане из русского охранного корпуса И армии Власова Выступали перед кадетами И учат их любить родину После этого Говорить о том Кто возводит в кумиры Прислужников нацистов И скажет историю Я не знаю Это наверное с тем же успехом Содержательница борделя Может говорить о нравственности Совершенно неудивительно Что все подобные ценные инициативы С удовольствием подхватываются В тех самых странах Где реабилитация и прославление нацистских преступников Идет еще активнее Например Сейм Латвии Объявил высылку Срок крымских татар Напомню Тех самых Где почти каждый десятый Служил в прагитлеровских Военных формированиях С оружием в руках Геноцидом Сейчас конечно Вся наша Патриотическая общественность Будет бурно Возмущаться И пускать пену Но Подобное решение Сейма Оно логичнейшим образом Вытекает Из указа Путина Об реабилитации Крымских татар Об уже упомянутом Запрете учебников С информацией Об их преступлениях Москва и Рига На мой взгляд Тут действуют В одном направлении Или я не прав? Прав С одной только Маленькой поправкой Речь идет О том Что Происходит Определенная Подмена понятий Когда Преступников Нацистских пособников Из числа Крымско-татарского Населения Пытаются В том же Сейме Латвии Сделать Целым Крымско-татарским Народом Мы прекрасно Помним Что было немало В Крыму и партизанских отрядов Из крымских татар И что С 41-го по 44-й год В Крыму была Партизанская война Где красные Крымские татары Ну было это Было Аркадьевич Не улыбайся Было Было Только Те же сотрудники райотделов НКВД С оружием в руках шли В прямом смысле Против своих братьев Продавшихся Гитлера Совершенно правильно Но тогда Но тогда уж Если мы перейдем к циферикам То мы увидим Что до 44-го года Когда уже все стало ясно Счет тем Кого ты говорил Шел на сотни А счет Тех Которым я говорил Общей сложности На 20 тысяч При том Что население Крымско-татарская диаспора У нас было Порядка 200 тысяч С небольшим Ну Вот Статистика Это все так Я против этих цифр не спорил Просто оговорка Здесь нужна Чтобы нам Четко понимать Согласен Конечно согласен Не все татары В Крыму были коричневые Были и красные Не все Ну не все Ну 90% А что касается Тождественности Позиции Сейма Латвии И российской буржуазной власти То она вытекает Из их общей классовой природы И те и другие Антисоветчики И те и другие Живут по диктату Международного валютного фонда Всемирного банка Всемирной торговой организации И те и иные Ведут Политику Право либерального ограбления Своих собственных трудящихся Прикрываясь Национально-патриотическими лозунгами И те и другие Превратили свои страны В периферию Глобального капиталистического рынка Просто в Латвии В меньшей степени Россия в большей А классовая сущность Их политики И национальная сущность Их политики Примерно одинаковая Это право Либеральные реформы Приватизация Ограбления трудящихся Подчинение диктату МВФ Под прикрытием Патриотической демагогии Столь блестяще Выступив С мавзолея По истории Наш любимый Национальный лидер Не менее Отличился На льду Выступив В традиционном матче Ночной хоккейной лиги С командой Звезд Отставных мирового хоккея И примтувшую к нему Сергею Шойгу Из 14 шайб Заброшенных Своей командой Президент По официальным данным Забросил 10 На долю Министра обороны Пришлось 3 А Всяким там Павлом Бурею Вячеславом Фетисовым И так далее Пришлось Довольствоваться Одной на всех Могу сказать Что раньше Перед Путиным Пригибались Все таки меньше В 2017 Году Он забил 6 шайб Из 17 В 2018 5 из 12 А сейчас Поддавки Стали уже Совершенно Парнушными Глава государства Подобился Крикатурному Арабскому Тирану Из американской Кинокомедии Диктатор Который Провел В своей стране Олимпиаду Имени себя И естественно Победил На всех соревнованиях Уже Когда Этот бред Был озвучен Агитпроп Стал Сдавать Назад Вдруг Оказалось Что он забросил Все таки Не 10 А 9 А когда я ехал сюда ТАСС указало Что уже таки Всего 8 В прошлом Почти профессиональный Спортсмен Реальный человек Чемпион Ленинграда 75-го года Подзюдо Которому он стал Совершенно честным Кто знал Тогда Скромного Паренка Володю Путина Вот Сейчас Опустился До того Чтобы превращаться В такое Посмешище Одним из самых ярких Примеров Патриотической Демагогии Является Нынешний скандал Вокруг Катастрофы Авиалайнера Суперджет Шереметьево Точные причины Этой катастрофы Сейчас пока не ясны И думаю Не стоит на этом Именно спекулировать Но Катастрофа Стала поводом Для Вообще Обсуждения Темы этого Мягко говоря Печально известного Проекта Который Пыдается Как но очень Патриотически При том что 70% Комплектующих Его Изготовлены У наших Капиталистических Так сказать Друзей В кавычках В очень жирных Кавычках Когда Об этом Стали говорить Все Наши пропагандоны Пропагандюшки Пропагандявки Заверщили Как резанные Ну За вычетом Мата Остались Два тезиса Боинги Тоже падают И Судить О катастрофе Могут И должны Только профессионалы Нет вопросов Рассмотрим Отдельно Боинг 737 Недавно Тоже В очередной раз Долбанулся И тоже Погибло Много народу Ну давайте Сравним статистику Обеих машин И тут вот мы Видим что Когда Речь идет О конкретных Циферках Пропагандяшки И пропагандявки Либо Их Игнорируют Либо Подтасовывают Ну например Ну вот даже Солидные издания Типа парламентской газеты Настаивают Что это была Первая катастрофа Падение Суперджета 9 мая 2012 года В Индонезии Когда погибло 45 человек Это так Не считается А по Боингу Вообще тишина Но поскольку Все данные Есть в открытом доступе Сравнить можно Боинг 737 Эксплуатируется С 1968 года Выпущено 10 510 штук Погибло В авиакатастрофах С человеческими Жертвами 88 Ну Без учета Еще нескольких Которые Были сбиты ПО В горячих точках Или Были взорваны Террористами Суперджет Эксплуатируется С 2011 года Выпущено 186 Погибло В катастрофах С человеческими Жертвами 2 Итак В одном Случае Меньше Процента 1% Напоминаю 10 510 Это 105 А тут 88 В другом Случае Больше Процента 1% От 186 Это 1,86 А тут 2 Но Одно Машина Эксплуатируется 52 года А вторая 8 лет Комментарий Нужно? Да В принципе Один комментарий Можно дать Когда говорят Что судить о катастрофах Должны профессионалы Мы С этим Даже можем И согласиться При одном условии Что и руководить Авиационной промышленностью Должны профессионалы Так ведь? Конечно А кто А кто у нас Долгое время Руководил ВПК В том числе Авиацией Это не был ли Гражданин Рогозин В качестве Вице-премьера Журналист Международник Функционер Комитета Молодежных Организаций СССР Функционер Демократической Партии Травкина Затем Русский Общинник Затем Депутат Госдумы Лидер партии Родина Лидер партии Родина Который Клятвенно Обещал всем Аж в далеком 2003 году Что он ляжет Косьми Но обеспечит Безвизовый транзит Граждан России Из России в Россию То есть В Калининградской области Обратно 16 лет прошло Рогозин Косьми не пал Он такой же Упитанный Более Более чем Упитанный стал За эти 16 лет А безвизового транзита Как не было Так и нет И если Мужик сказал И мужик сделал То почему бы Гражданину Рогозину Не признать Своё позорное поражение Однако этого нет И естественно Когда такого рода Непрофессионалы Руководят В том числе И авиастроением Когда Среди руководителей Авиакомпаний Авиастроительных предприятий Появляются Всякого рода Сынки У которых Единственное Что это хорошо Это упитанный Номенклатурный папа Это Ты про сыр Дмитрий Олегович Так точно Алексей Дмитриевич Пардон Сейчас уже Слава богу Нет Но ведь Сколько-то Был И здесь Мы наблюдаем Не только Семейственность Но и Семейно Обусловленную Не побоюсь этого слова Некомпетентность И непрофессионализм У нас У нас вообще Пошла Мода На эффективных Менеджеров С хорошим Столбовым Дворянским Происхождением С точки Разницы Что это Не столбовое Дворянство Времен Сословной Монархии А нынешнее Как выражался Известный нам Политолог Князь Алексей Николаевич Мусаков Князь По всем Четырем Линиям Столбовое Путинское Дворянство Так вот Это Столбовое Путинское Дворянство В кавычках Суть Некомпетентные Не всегда Чистые На руку Скажем так Аккуратно Абсолютно Непрофессиональные Чиновники Которым Все равно Чем руководить Что авиастроением Что космосом Что Скалково Лишь бы был бюджет И была возможность Его пилить Прошу прощения За мою Простарение И осваивать И осваивать Да Ну хорошо Давай Мы можем поговорить И о профессионалах Вот Смотрим Географию Суперджета Сейчас Уменьшается Еще До катастрофы От него Отказывалось Большинство Иностранных Эксплуатантов Бельгия Ирландия Армения Индонезия Лаос В Таиланде Три самолета Эксплуатируются Но только В интересах ВВС Там как-то Пассажиров Боятся На них катать В Казахстане Пассажиры Возят Один самолет Из двух Наконец Самый большом Иностранный Эксплуатанте Мексика Из 22 Закупленных Самолетов Сейчас А я так понимаю Что остальные И рады бы Отказаться Да опасаются Монаршево Гнева В принципе Этот самый Суперджет Есть Единственное Техническое Достижение Последние Девятнадцатилетие Стабильность Которым Все так Гордились В области Авиации С которым Все так Носились И если Теперь Отказаться От его Эксплуатации То получается Что достижений Нет А есть Сугубое Паразитирование На наработках Еще и советских Времен И не более Того В данном Случа Как я уже Говорил Скорее Уже Страт Наработках Потому что Тут 70% Комплектующих То пусть будет Да Архач Учитывая То что Для наших Буржуазных Правителей Советская Это тоже Иностранная И граждебная Иностранная Тогда да Вот здесь Соглашусь Вот Ну хорошо Опять смотрю Комментарии Профессионалов Машина Негодная Я говорил Об этом И 10 И 5 И 3 Года И год Назад И сейчас Машина Плохая Но люди Покупают Билеты Пассажиры Откройте Глаза И прекратите Покупать Билеты На Суперджет 100 За свои Деньги Люди Купили себе Смерть Юрий Сытник Заслуженный Летчик России Член Президентской Комиссии По вопросам Развития Авиации Общего Назначения 22 тысячи Часов Налета В свое Время Посадил Лайнер После взрыва На борту Двух Бомб Террористов Второе мнение Самолет Имел Конструктивные Недостатки Об этом Знались С самого Начала Испытаний В ЦАГе На прочность Мы все Это видели Своими глазами Я говорил Десять раз Это афера 21 века Отмытый Миллиардов Рублей И за счет Нашей крови Люди Которые Участвовали В создании Этого самолета Пробивание Его Его лоббирование Сегодня имеют Свои собственные Фирмы И миллиардный Бюджет Бизнес И живут Прекрасно Магомед Толбоев Заслуженный Летчик Испытатель Доверенное лицо Летчик Космонавт В космос Он не летал Он летчик Испытатель К нему Могут быть Некоторые вопросы По его собственному бизнесу Но его профессионализм Как летчик Испытатель Сомнения Не подвергаются И наконец Тоже мнение Ну не совсем Профессионала Но Произнесенное Тоже еще До катастрофы Что Нельзя разработать Региональный самолет Этот Суперджет Сделали Кому он нужен Так не годится Он для региональных перевозок И ни для чего не годится Арофлот Говорит Купили Стоит у борта За рубеж Никто не покупает А денег Только закачано Вы знаете Сколько денег Закачано Это Строго говоря Не профессионал Но Извините Это все таки По нашей иерархии Третье лицо государства А именно Валентина Ивановна Матриенко Спикер Совета Федерации Вот мне интересует Хоть одна Там Пропагандявка Там Пригожинская Там Симоньяновская Она Посмела На Валентину Ивановну Пасть раскрыть Защищая любыми Сгромб с крыльями Владимир Матвеевич Не слышали Чтобы кто-нибудь Так сказал Что Вы Валентина Ивановна Агент ГАЗДПа Юрий Аркадьевич Они же все Даже если не читали Сталина На инстинктивном уровне Понимают его правоту Когда он сказал В свое время В 1949 году Если не ошибаешь Седьмой Самый эффективный Хоть и самый примитивный Вид критики Это игнорирование Замалчивание Вот они И критикуют Посредством молчания Да Обличают они Исключительно Либерастов И вот Как это делает Опять же С традиционным матом Колумнист Риа Новости И Раша Туды Максим Каноненко Самое чудовищное В этой вот ситуации Это вот это Это вот это Вот Суперджет Говно Прямо как Шакалы Набросились На тему И грызут Я не святой Я понимаю Что есть цели И есть задачи Но Бл Модраготовичи Там еще людей Даже не опознали Побойтесь Бога Ну давайте Как-то гасить цинизм Всех денег Не заработаешь А спрошено будет Значит Вывесил это В блужике Гражданин Каноненко Тут же Потерся И понятно Почему Значит О цинизме И пляске На гробах И прочем Рассуждает Человек Который После убийства В Донбассе Командир батальона Спарты Арсена Павлова Моторолы Вывесил У себя Похабные Стишки На его смерть Просто нагадив Ему на могилу Рассуждение Такого О цинизме Это уже не Хозяйка Борделя Рассуждает О нравственности Это уже Скорее Это уже Какой-то Педофил С особыми Извращениями Так может О нравственности Рассуждать Какой самолет Такие его защитники Все это Опять же Очень типично Для Современной ситуации Российского Периферийного Капитализма Где вся элита Так называемая Самоназванная Самозванная Живет по принципу Бабло Побеждает Зло Только Они Забывают Одну Простую Истину Что там Где Сеется Зло Ежедневно Постоянно И Объединенными Усилиями И власть И ее Защитников И ее Пропагандистов Там Никакое Бабло Не спасет От того Что рано или поздно Придется действительно Держать ответ Или как Совершенно Справедливо Написал Не имея Видимо Этого Ввиду Гражданин Максим Кононенко Спрошено Будет И в качестве Примера Хочу Привести Историю Времен Сто с лишним Летней давности Империалистической Войны Известный Взрыв Фрегаты Линкора Императрицы Марии В Севастопольской Бухте В 1916 Году Который Тогда Был Не раскрыт Так вот Прошло 17 лет И в городе Николаеве Разрабатывая Тему Германской Агентуры Местного Отделения Я извиняюсь Подпольного Национал-социалистской Немецкой Рабочей Партии Это был Уже 1933 И связанных С ними Бывших Военных Специалистов Коррумпированных И державшихся На взятках У тех Немецких Шпионов Еще времен Империалистической Войны Чекисты Разобрались С тем Что произошло В далеком 16 И спрошено Было Со всех И тех Кто участвовал В подрыв И тех Кто помогал Им минировать И тех Кто из царской Военно-морской Администрации Все это дело Впоследствии Покрывал Так вот Пусть этот пример Помнится Нынешним власти Деньги имущим Отвечать придется За все И спрошено будет Рано или поздно Хочется верить Ну А Что у нас Пока творится Я бы сказал Ну условно Левых фронтах Владимир Матвеевич Ну Что касается Социально-протестных Движений Левых То У нас будет 12 мая В нашем городе На Неве Российский социальный форум Это в общем Хорошее и полезное Начинание Для обмена Опытом Рабочих Профсоюзных Левых Экологических Активистов Городозащитников Обманутых Дольщиков И В общем и целом Сама по себе Идея полезная Но Как всегда К хорошему делу Старается Примазаться Всякого рода Шелупонь Будь то Люди Которые пытаются Обсуждать Защиту Правженщин Вправе На то Чтобы быть Феминистками Лесбиянками Будь то Покрывающий Все Вот это Ультралевое Непотребство Московский Профессор Бузгалин Который Решил Использовать Диктатуре Диктатуре Пролетариата Профессор Михаил Васильевич Попом И Теперь Видим Думает О том Как бы Взять Ему Реванш Понятно Что Закулисные Махинации Приглашение Всякого рода Сомнительных Деятель И Деятельниц Разного Рода Попытки На чужом горбу Въехать В рай На халяву Это Вещь Которая Присуща Разного Рода Проходимцам В левом Движении Начиная Еще С первого Интернационала Карла Маркса Начиная Еще С Лассаля И Разумеется Было бы Наивным Предполагать Что Наследники Лассаля Не обнаружат Себя В современном Российском Левом Движении И Разумеется В лице Гражданина Бузгалина Эти наследники Себя Обнаружили Я Только Думаю Что Как И В предыдущем Случае Время Все Расставит На Свои Места И Оценки Будут Даны И Не Только Те Которые Им Дал Профессор Попов Во время Известный Зрителям Нашего Ленинградского Интернет Телевидения Ток-шоу Под Названием Дискуссия Диктатуре Пролетариатой Советской Демократии Раздел Его Движения Рано Или Поздно Будут Сброшены Точно Так же Как Мы Сбрасываем С шеи В летнюю Жару Надоедливого Комара Еще И Прибив Его Воистину А Ожидается На социальном Форуме Лидер Фракции КПРФ В Господин Шевченко Про Это Ничего Сказать Не могу Не Информирован Но Я думаю Что У Максима Леонидовича Леонардовича Прошу Прощения И без того Много Дел Он же Заявил Что Собирается Баллотироваться В депутаты Госдумы В 2021 Году От Хабаровского Края Так ему Пора Ехать туда Обещания Данные Владимирскому Электорату Я думаю Будут Вывешены В том Месте Где Наш Президент Обещал Мочить Террористов Вот А Перед Этим Я хотел Б Дополнить Ваше Обсуждение С Товарищем Барановым Вы Совершенно Правильно Уличили Господина Шевченко Как он Обвинял Россию В нарушении Минских Соглашений За Давно Опоздавшее Выдачу Паспортов Жителям Донбасса Но Там Было Еще Смешнее Во-первых Высказываете Обвинение Он В Радиокомсонар Радиокомсонар Правда Демонстративно Говорил В Украине Что Мелочь Но Согласитесь Внушает И еще Он говорил Вот Как же Это Так Ведь Если Будут Выданы Паспорта Этим Людям А их Будут Обстреливать Ведь Россия Тогда Может быть Придется За них Вступиться Это Же Ужасно Представляете Вот Донбассских Шахтеров Вот Утилей В России Будут Убивать И за них Надо будет Вступаться Как это Можно Это Совсем Не То Чтобы Рассидеть По территории Южного Федерального Округа Потомков Сирийских Черкесов Инфильтрованных Любимой Максимом Леонардовичем Исламской Агентурой Ну Украинский Буржуазный Национализм Это Такая Штука Которая Не Изживается Никогда И я Так Подозреваю Что Носитель Его В лице Конкретного Максима Леонардовича Шевченко Как Был Замаскированным Украинским Буржуазным Националистом Так Он Им Останется Но Иногда Это Прорывает Внаружи И думаю Это Как раз Тот Самый Случай Когда Прорвало Тем временем Очередной Прорыв Произошел И В городе Электросталь Там Выступил Депутат КПРФ Дмитрий Аграновский Дорогие Левые И Патриоты Помните Что Когда Вы ругаете Дмитрия Рогозина Игоря Сечина Вы Это Делаете Не Потому Что Они В чем То Провинились А Потому Что Вам Навальный Так Объяснил Либералы Ненавидят Рогозина И Сечина Как Ведьма Святую Воду Сечин Например Был Инициатором Дела Юкоса Не Помогайте Либералам У Рогозина Для Такого Поста Зарплата Так Себе Уровня Владельцы Пару Магазинов А У Сечина Зарплата Намного Ниже Средней Зарплаты В мире По Отрасли Для Какого Поста И Почему Вы Не Ругаете Буржуев У Вас В городе Где Бы Вы Не Были Частники Намного Больше С народа Сдирают Чем Зарплата Сечина Рогозина Вместе Взятых Но Навальным Участники Неинтересны Интересны Госслужащие И Не Все А Кто Против США А Ну Меньше Чем За Критику Гражданина Сечина Лидеру Московской Городской Организации КПРФ Валерию Рашкину А То есть Мы С тобой С Валерием Рашкиным Не Получили Ни Копей Нет Я Понял Я Думал Что Мы Не Я Сказал Так Может Мы Не Получили Немного А Он Не Получил Очень Много Итак С точки Зрения Получается Депутата От Электростали От КПРФ Дмитрия Аграновского Лидер Московской Организации КПРФ Рашкин Агент Навального Ну Я Думаю Вот Как-то Нужно Разобраться Могут Ли Два Человек С такими Позициями Существовать В одной Партии Да Я думаю Что Партия Разберется А Вот Что Касается Общего Отношения К Рогозину Я Сейчас Сечина Совершенно Спокойно Оставляю за скобками Поскольку мы его Не вспоминали В нашей программе До этого Того Сюжета Так вот Что касается Общего Отношения К Рогозину То это Некомпетентность Помноженная На хамство Патриотическую Демагогию Вранье В кавычках Патриотическую Конечно Ну демагогия Она не может быть Патриотичной Она всегда Псевдопатриотичная Согласен Согласен Вранье И склонность К повышенному Личному Комфорту Если мы посмотрим Квартиру Рогозина Посчитаем Как он со своей Нищей зарплатой Нищей естественно В кавычках На нее зарабатывал То ну не иначе Как его жена Пошла Подрабатывать Где-то Потому что Иных объяснений Иррационального Толка У меня нет И обратите Внимание На одну вещь У Дмитрия Федоровича Устинова Ракеты Взлетали по-нормальному У Дмитрия Олеговича Рогозина Ракеты Взлетают Исключительно В Твиттере И не случайно Счетная палата Обнаружила В деятельности Ныне возглавляемого Гражданином Рогозиным Роскосмоса Такое изрядное Количество Никаких там Политических Или идеологических А чисто Финансово-хозяйственных Нарушений Попиленные Раз И освоено 1,6 Миллиарда По официальным данным Если что Да Поэтому Давайте уж Мы будем Называть Вещи Своими Именами И говоря О том Что у каждой Аварии Как говорил Лазарь Мясевич Каганович Есть фамилия И имя Отчество Исходя из данных Счетной палаты Можем сказать Что у каждой Аварии При запуске Ракет Проблем с Российскими Спутниками Фамилия И имя Отчество Действительно Есть И вы его знаете И да И если Будут говорить Что этот Организм Только сейчас Возглавил Роскосмос То Как вице-премьер Он его курировал С 2011 Года Замечательно А вот Возвращаясь Опять же Господину Сечину Тут вот К сожалению Эдюпплат Аграновский Увы Просто Врет Потому что Еще в 2015 Году Газета Ру Вывесила Данные Кто Сколько Получает И Никакого Опровержения Суда Не было А данные Такие У Игоря Ивановича Сечина По самым Скромным Оценкам Без Учета Гигантских Премий И непонятно Откуда Взявшихся Денег На покупку Пакет Факций Роснефти Было Получено В год 3,5 Миллиона Эксон Мобил Рекса Тилерсона 2,8 Миллиона А у Главы Бритиш Петролиум Роберта Дадли 1,8 Миллиона Так что Сказать Что намного Меньше Это Как-то Вот Нет Получается Намного Больше Даже Чуть ли не В два Раза Ну Что Подел Шаркайдж Давай Мы Все-таки Как противники Лесбиянства И феминизма Проявим Мужскую Солидарность Игорем Ивановичем Сечиным Покинув Его ради Итальянского Альфонса И Плейбоя И Пожалеем Игоря Ивановича Хотя бы Завет Игоря Ивановича Без сомнения Пожалеть Можно Но вот Я бы Хотел Напомнить Что Кумпартия Украины Которая С подачи Господина Симоненко Превратила Себя Во хвосте Януковича И Рената Ахметова Кончила Очень Плохо И вот Если КПРФ Не будет Очищаться От Людей Которые И упорно Пихают На тот же путь То последствия Тоже могут Быть Очень Печальные Я в этом плане Аркадьич Выражу Оптимизм Поскольку Мы с тобой Прекрасно Знаем Многих Людей Которые Толкали КПРФ На этот же путь Все эти Камоловы Борзенки И прочие От которых Слава богу Очистились И Это внушает Оптимизм Все таки Таких Махровых Социал Предателей И перерожденцев Вышибли Коленом Под зад И сейчас Они являются Охвостем У Праволиберальной Партии Роста Где Мадам Камолова В качестве Государственного Гражданского Служащего Руководит Аппаратом Этой Праволиберальной Фракции В законодательном Собрании И полностью Разоблачили Себя Например В истории С отставкой Вице-губернатора Слюняева Против которого Выступила Мужественная Дольщица Алла Анатольевна Андреева И кстати Добилась Во многом Того Что его Выгнали Пинком Под зад А все Эти Камоловы Активно Поливая Аллу Андрееву Помоями Вконтакте Защищали Не Дольщика Обманутого Не правозащитника Не гражданского Активиста А буржуазного Чиновника Вице-губернатора Бывшего Уже Слава Богу Правительства Санкт-Петербурга Слава Богу Его уволили Но сам факт Показатели Скажи мне Кого ты защищаешь И я скажу Кто ты И то Что таких Камоловых Пинками Под зад Выгнали Из КПРФ Внушает Повторюсь Еще раз Оптимизм Замечательно Значит Но Вопрос Упомянутых Мною Граждан Шевченко И Аграновского Остается Открытым И Хотелось бы Видеть Трожество Оптимизма И на этот счет Ну и Как говорится Архипелаг ГУЛАГ Всего вам доброго Дорогие товарищи